приветствую дачников на канале дачный креатив меня зовут елена сегодня пошла в теплицу для того чтобы снять видео про бегонии хотела покаяться что с пор я их не высадила клумбу так они у меня и стоят в горшках в теплице потому что не успеваю катастрофически не успеваю ну а муж начал косить траву я сказала может он принес мне пару бункеров на тачке травы для того чтобы замульчировать помидоры зашла в теплицу нас не было пять дней на даче зашла и обалдела как жируют помидоры потому что с утра у меня уже пооборвал пасынки но все равно сейчас я буду еще их обрывать я с одной стороны обрывала уже лишние листья по обрезала потому что плодам не хватает солнца если закрывает к сожалению не сняла там помидоры повыше сорта высокие посажены там просто были жуткие дебри полдня я занималась тем что обрезала лишние листья еще пасники который муж пропустил вот на другой стороне сейчас вам покажу там сорта сидят пониже но там тоже видно как жируют помидоры наша теплица муж мне принес травку для мульчирования и вот два вот таких таза я нарезала листьев и пасынков и вот что у меня получилось я обрезала и замульчировала из нее перцы баклажаны баклажаны вот эти которые там на заднем плане уже есть баклажанчики почему-то они невысокие не знаю что это за сорт я покупала в обе по-моему либо вера либо алмаз я посмотрю меня там записи здесь уже есть вот томатики ой баклажанчики один сорт я посмотрела в интернете для теплицы а другой для открытого грунта на этом там тоже завязываются он повыше здесь у меня перчики сидят тоже почему-то невысокие на перцы уже есть в этом году какие-то метаморфозы происходят то есть кустики невысокие но уже с перчиками ну вот я про томат все-таки возвращаюсь к томатам вот я все по обрезала лишние пасынки и листья таким образом ополовинила потому что какие же вы смотри какие огромные листья у томатов то есть самые большие листья обрезала смотри какие огромные листья у томатов потому тоже красненькие у нас к сожалению одна веточка обломилась стоматами тяжелые на 1 веточке висела вот эти вот две грозди и обломилась но не краснеет там который большинке уже покраснел здесь у меня дебора у красный вот черный и розовый абаканский розовый мариновая кубышка дубрава уже наверно их нужно прищипывать верхушки середина лета на обычно у нас конечно больше томатов потому что не знаю даже что в этом году жируют они очень жируют смотрите мульча у меня было когда мы сажали мульчировать знать сам мульчу подъели уже червячки и здесь я вот сегодня замульчировал заново все просто уезжаем поливать не получается но сейчас конечно нужно уже сокращать полива для того чтобы зрели плоды вот они еще цветут много конечно еще будут они у нас конечно томаты до конца сентября здесь прекрасно растут хотя теплица продуваемой со всех сторон посмотрите здесь я еще не обрезала не обрывала то что можешь не до оборвал ну какие стволы огромные помидоров что это конечно такого допускать нельзя чтобы они так жировали и солнце со всеми достается плодам для того чтобы они краснели сейчас я все это буду безжалостно обрезать там чибисы такие огромные все любые ветки лишние я всех вот так вот буду обрезать томаты есть грозди черри здесь тоже черри если листво очень плохо видно сейчас я по обрезаю и сниму еще раз что он разведать получится конечно помидорам давать жировать нельзя иначе будет мало плодов они вырастут в огромные деревья непроходимые дебри будут сейчас пока делаю перерыв а бегония вот хотел опокаяться попозже сниму на первая часть не так как я их сажала не успела не высадила даже еще в грунт приготовила этикетки от них показать вам какие беглони и думала сегодня высадить на сегодня опять не успею мне бы закончить с помидорами еще у меня куча травы муж наложил для того чтобы замульчировать картошку эту картошку попробую если будет погода позволить завтра буду мульчировать и сниму завтра покажу какая у нас картошка всеми все делаю перерывчик и потом сниму еще разочек закончили обрезать ветки и пасынки которые нашла муж мне помог немножко и вот если покажу вам результат целая тачка у меня получилось обрезанных листьев и пасынков кипец небольшая это две грядки по три метра смотрите что получается стало видно помидорки теперь солнышко будет согревать и они будут краснеть это чибис это тоже чибис это добрый гибрид f1 там тоже добрый гибрид f1 помидорки уже хорошо видны так это алтайский розовый помидорок немного но еще цветут еще только середина лета думаю что помидорки будут еще часом будет полегче их по обрезала они подумают что надо бы оставить потомство проверенный уже способ обычно я листья обрезаю попозже но в этом году они так же роют это вероятно благодаря тому что мы каждую кольку добавляем компост свой и мульчируем травой конечно здесь почва хорошая теплица так как наш лук ящики был и вот что здесь здесь я кстати говоря не так капли нарезала во вторую грядку я разошлась ну теперь у них хотя бы побольше воздуха будет проветриваться солнышко будет доставать до помидорок будет их подсвечивать они будут краснеть а бегонии свои уже тогда завтра вам сниму разы мульчирую травой так же как здесь здесь у него замульчирована травой сейчас здесь также замульчирую потому что опять увидим и с поливом хотя конечно им сейчас может быть и не нужно никакого полива пока не верю не так часто здесь заодно покажу салатик сейчас буду рвать будем делать вечером салат из нас закрыты огурчики огурчики еще небольшие лубника кстати говоря еще есть мы закрываем от птиц у меня так как было очень много у него все я шучу и говорю может что мы в этом году углеводный удар от клубники так вот здесь у нас огурчики еще небольшие мы закрываем потому что очень холодная ночью салатик много конечно салат нас только не съесть будем раздавать взлетом и там дальше огород такой же огромный укроп там у меня ждет трава для того чтобы мульчировать картошку картошку наверно сниму завтра на этом заканчиваю всем удачи в конце ставлю слайд как я замульчировала эту вторую грядку чтобы была полная картина забывать подписываться на мой канал всем удачи хороших урожаев хорошей погоды пока ну вот у меня в очередной раз получилось послесловие к видео замульчировала я грядку также как здесь теперь получается что в общем-то полива и не требуется один раз польем можно спокойно выезжать и не переживать потому что конечно травка держит влагу мы только все хорошо видны все проветривается нежданно не гадана сегодня я не мало степлицы хотя планировала просто с утра снять видео про бегание еще раз всем желаю хорошей погоды хорошего настроения хороших урожаев не забывайте подписываться нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео следующее видео будут картошка в сене как я ее мульчирую какая она уже выросла бегоне наконец-то свайду сниму и посажу и может быть сделаю обзор на видео по участку пока